Место и роль окружной поисково-спасательной службы в структуре МЧС России обсудили сегодня в собрании депутатов Нинецкого округа. Информацию о состоянии, задачах и проблемах данной службы представили начальник управления гражданской защиты и начальник поисково-спасательной службы Нинецкого округа. Начали заседание с информации о распределении полномочий между МЧС и окружной спасательной службой, а также их взаимодействия с муниципальными властями в случаях чрезвычайных ситуаций. Распределение обязанностей между МЧС и территориальными органами происходит на уровне происходящих чрезвычайных ситуаций. Территориальные органы окружного подчинения реагируют на муниципальный характер, объектовый, межмуниципальный и региональный. Федеральные же органы реагируют на межрегиональные и федеральные чрезвычайные ситуации. Численность сотрудников МЧС в округе – 46 человек. В поисково-спасательной службе – 19, включая начальника. Также в арсенале спасателей более 30 единиц различной техники. Все они готовы в любое время выехать на помощь жителям округа. Для достижения поставленных целей выполняются следующие задачи. Это поддержание органов управления силой средств в постоянной готовности. То есть это численный состав, личный состав, техника, применяемая при поисково-спасательных мероприятиях. Спасение людей, терпящих бедствия, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории неизкоавтономного округа. Она включает в себя сбор информации и определение требуемого состава сил и средств для проведения работ, функционирования органов повседневного управления, единая дежурно-диспетчерская служба системы 112, обеспечение работы системы оповещения населения, пропаганда знаний в области защиты населения, также организация работы подвижного пункта управления. Также служба оказывает и платные услуги организациям по консультированию на предмет безопасности, на производстве. Доход от этой деятельности за прошедший год составил почти 2 миллиона рублей. В целом депутаты дали высокую оценку работе поисково-спасательной службы НАО. По итогам заседания было решено выработать рекомендацию и откорректировать в этом направлении окружной закон номер 95.